Всем привет дорогие друзья, с вами Вова и вы на канале Apple High Tech. И в начале этого ролика я хотел бы вас спросить, как вы думаете, есть ли какая-нибудь связь между смартфоном и рыбалкой? Лично я думал, что между двумя этими вещами вообще нет никакой связи, но моё мнение изменилось, когда в руки мне попал вот такой вот гаджет от компании Dipper под названием Wireless Fish Finder, что в переводе на русский означает беспроводной эхолот или же дословно искатель рыбы. Итак, в чём же заключаются функции этого эхолота? Вы кладёте его на водную гладь какого-нибудь водоёма, и он показывает глубину водоёма, показывает рельеф дна, а также самое главное, показывает, есть ли рыба в этом водоёме. И самое интересное, что всю эту информацию вы сможете посмотреть на экране своего айфона, айпеда или же устройства на андроид. Если вам интересно взглянуть на это устройство, то давайте начинать. Поехали! Итак, давайте распакуем наш эхолот, но для начала взглянем на коробку, в которой он поставляется, потому что эта коробка выполнена очень даже хорошо. На боковой грани мы видим сам этот эхолот, тут такая прикольная картинка. Ниже мы видим, что этот аксессуар сделан для айфона и айпед, и также для андроид. Кстати говоря, именно благодаря вот этой надписи этот аксессуар попал ко мне на обзор. Здесь мы видим, с чем поставляется этот эхолот, собственно, сам эхолот, специальные болты крепления, USB для зарядки и маленькая сумочка, чтобы было его удобно переносить. На этой части у нас указаны все характеристики этого устройства. Оно поддерживается всеми устройствами Apple, то есть тут даже первый айпед поддерживает этот эхолот, и первый айфон, и андроид тоже, в принципе, поддерживает большинство версий, начиная с версии 2.3. Спецификация, модель, я не буду читать, какая это модель. Размер этого устройства 6,5 см, вес этого устройства 100 грамм, коннектится все это дело через Bluetooth, диапазон работы этого устройства 40-50 метров, то есть его вам хватит с головой, глубина 40 метров, то есть он пробивает глубину до 40 метров, и температура работы от минус 20 до 40 градусов. Дальше у нас аккумулятор, сонар и частота, но это не очень интересные показатели, и в них я особо и не разбираюсь. Также можем увидеть здесь, что мы можем скачать специальное приложение из App Store и из Google Play. Итак, здесь у нас еще нарисованы два устройства, это, кажется, iPhone 5, а это какое-то устройство на Android. Также на это устройство распространяется гарантия, это официальный продукт, и 2 года гарантии у нас у него есть. И, кстати, даже если зарегистрировать его на сайте, то можно получить водонепроницаемый чехол на смартфон, и это очень круто на самом деле. Итак, давайте распакуем, собственно, само это устройство. Итак, открываем коробочку. Тут у нас скан специальный, чтобы можно было получить приложение, не заморачиваясь. И достаем. Тут у нас специальная такая штучка, чтобы было удобно достать, и мы вытаскиваем ее. Вот так вот. Очень красивая коробка, очень хорошо все запаковано. Здесь у нас, собственно, тот мешочек, о котором говорилось. Он такой прям тугой, очень хороший материал. Здесь у нас карабинчик. Пластмассовый, правда. Я ему что-то не доверяю, пластмассовому такому карабину, но все же он присутствует, и это удобно. Далее у нас тут всякая разная мукула-тушка. Ее прям тут очень много. Если захотите растопить костер на рыбалке, будет самое то. Далее у нас есть вот такой вот USB, микро-USB, чтобы заряжать наше собственное устройство. Раздражает, кстати, то, что не ложат адаптеры в сеть. Это очень печально. Давайте посмотрим длину. Ну, в принципе, подлиннее нормально. Также есть вот такие вот крепления, шурупики. Мы, наверное, их вкручиваем в собственное устройство. Куды, 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 вот сюда. И тогда уже можно будет крепить леску и закидывать, собственно, это устройство. Вот так вот это закручивается. И, кстати, сам этот, он такой увесистый, 100 грамм. Коробка, кажется, очень легкая. Вот когда берешь этот шарик, он такой увесистый. Тут у нас диппер. Сделан он из пластика. Очень такой приятный на ощупь. Здесь такой грузик видно. Потому что вот, если положить на стол, то он будет тянуться к грузику. Также тут заклеено. Ага, у нас тут, видите, несколько отверстий. То есть, можно по-разному крепить. Это, наверное, большой плюс. Также этих креплений два. Наверное, если одно потеряется, будет в запасе второе. И, возможно, это также можно будет закрепить на какой-нибудь монопод. И будет удобно в использовании. Если честно, я не совсем понимаю, как его запустить. И где, собственно, зарядка. Наверное, его нужно будет раскрутить. Вот, approve. Возможно, он как-то крутится и открывается. Нужно будет изучить инструкцию. И тогда уже будет все, в принципе, понятно. Мне кажется, что это будет очень даже прикольное устройство для рыбаков. Стоит он 250 долларов. Не очень дешево. Но, я думаю, рыбакам в подарок это будет очень классная штука. В принципе, в комментариях также можете пошутить, что эта штука похожа на покебол. Реально похож на покебол. Тут у нас какие-то шарики. На самом деле, очень интересное устройство. И как оно работает, мы уже увидим в следующем ролике. Я сниму тест этого устройства. Посмотрим, как он работает на деле. В целом, выполнено все очень даже достойно. Согласитесь, за 250 долларов начи быть и не может. В скором времени мы потестим эту штуку. Посмотрим, как она работает. Потому что сейчас даже непонятно, как его... Что с ним делать? Как его зарядить? Как его включить? И в следующем видео уже узнаем. Давайте, кстати, попробуем положить его в сумочку. Вот так вот это все прикольно выглядит. Закрепил на ремень и пошел на рыбалку. И на этом все. Ставь лайк, если было интересно. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Посмотреть, как эта штука работает. Оставляйте свои комментарии. И до новых видео. Пока-пока.